Церемония, чаепитие, искусство, требующие знаний и навыков. Ученики школы этики и этикета на занятиях теоретический материал получили. Осталось подкрепить практикой. Один за другим юные воспитанники накрывают на стол по всем правилам этикета. Около месяца на изучение материала, после чего небольшой экзамен. Сервировка стола должна быть идеальной. С правой стороны ручка чашечки, а с левой ложка на блюдечке. А для чего это нужно именно так? Это правила этикета, как должны стоять чашки и ложки чайные. Вслед за чашками сладости, которых на столе оказалось немало. Своебразная контрольная проверка знаний, уверяют ученики, получится весьма сладкой. Стол готов, пора гостей звать. Тут оказывается свои правила, о которых нужно знать каждому. Когда гости проходят к вам во двор, вы их приглашаете в дом, помогаете им раздеться, провожаете их в комнату, устраиваете их поудобнее. Может быть, вы беседуете. Потом, когда вы хотите их угостить, вы предлагаете угощение. Настя признается, за месяц обучения получила много важной и полезной информации. Провести сервировку стола или прием гостей теперь не составляет для нее особого труда. Настало время для чаепития. Преподаватель на примере показывает основные моменты ухода за гостями. Если вы подаете блюдо или наливаете чай, вы это должны сделать с правой руки. А если уж убираете уже ненужную посуду, то это нужно будет делать с левой руки. Коллектив сложился в основном женский. Однако разбавляет его джентльмен Александр, который о церемонии чаепития знает довольно много. Не бить ложкой об чашку, просто тихонько вмешать и не делать сильные волны. Когда размешали, можно просто поставить ее сюда. Почему именно такие правила? Ну, думаю, чтобы не создавать лишний шум. Я уже никогда не балуюсь, потому что когда не занимался вообще, может, даже немного баловался. В школе развивают два направления. На теоретических занятиях по этике рассказывают о доброте, уважении, нравственности. А на уроках по этикету о правилах поведения в обществе, сервировке стола и многом другом. Для чего это нужно? Для воспитания наших детей, для воспитания тех поколений, которые будут здесь расти. И с которым вместе общаться и жить друг с другом, формировать свою систему общества. Чейная церемония удалась. Ребята не только повторили пройденный материал, но и весело провели время в компании новых друзей.